Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня Виталий зовут, я вас не отвлекаю. Нет. Алло. Нет. Алло, где? Да, да, заводите. Виталий меня зовут, я вас не отвлекаю. Пару минут, хочу с вами пообщаться. Давай. Отлично. Про компанию Sony я уверен, что вы когда-нибудь слышали. Я прав? Конечно. Отлично. Вы, возможно, даже являетесь пользователем компании Sony. Есть у вас дома техника компания? Нет. Нету. Так вот. То есть вы понимаете, что компания Sony заработала на вас. Я прав? Ну, нету, раз как она могла заработать-то. А, нет техники? Нет. Ну, отлично. Не в этом суть. Так вот. Буквально на днях компания Sony анонсировала выход нового флагмана приставки Sony PlayStation 5. А это означает то, что компания, в компанию будут идти деньги. То есть будет увеличиться капиталный оборот компания, а также повысится цена акций компании. Ого. Если я вам бы сказал, да, если я вам выхожу, что мы сможем с вами заработать на акциях компании Sony, вам бы было приятно? Конечно. Отлично. Так вот, я представляю аналитическую компанию, которая является, которая помогает людям зарабатывать на бирже. То есть мы напрямую ведем наших бизнес-партнеров от начала торговли. Куда ведете-то? Ведем параллельно. Помогаем людям зарабатывать в этой сфере. То есть покупаем одну ценную бумаги по одной цене и продаем их дороже. Например, слышали про нефть, что было в апреле нефть стоила про 12 долларов, сейчас нефть стоит 38 долларов. Ого. Наши бизнес-партнеры... Бумага сейчас тоже подорожала, кстати. Кто? Бумага, говорю, тоже подорожала сейчас. Бумага? А валюта? А, да, да. Туалетная. Так вот, я вам говорю, если бы вы знали, что нефть подорожает и смогли заработать на этом, вам было бы приятно? Конечно. Отлично. Так наша компания непосредственно этим и занимается. Мы анализируем информацию по всему миру и помогаем людям зарабатывать. Скажите, пожалуйста, а вы в какой сфере работаете? Ну, никакой. Никакой сейчас. Вы пенсионер, я понимаю правильно, да? Да. Отлично. Потому что с нами работают как люди от 18 лет, студенты, обычные работники, так и пенсионеры. Угу. Основная цель пенсионеров это что? Конечно, помочь своим детям, внукам. Я прав? Ну, да. Так вот, мы помогаем им зарабатывать вместе с нами. Наша команда показывает стабильный уровень заработка минимум 26%. То есть, например, при сумме инвестиций, давайте возьмем там тысячу условных единиц, мы даем возможность за один месяц заработать 260 условных единиц. Наш интерес напрямую зависит от того, чтобы заработали больше вы. Потому что мы берем процент от вашей прибыли. То есть, если вы смогли заработать 260 единиц условных с чистой прибыли, вы снимаете деньги себе на счет, на карточку и уже от этих ваших заработанных средств отправляете нам 20% вашей прибыли. Виталий, а что делаться надо? Отлично. У вас, вы в интернете сидите, новости читаете? Постоянно. Компьютер есть у вас? Конечно. Компьютер есть? Да. Так вот, а у вас компьютер сейчас далеко, мы просто можем продемонстрировать напрямую вам, как работает наша сфера инвестиций и как наши сотрудники, наши люди пытаются заработать на этом, не пытаются, а зарабатывать. Сейчас, пока, Виталий, не смогу я его включить. Отлично. А что с ним случилось? Сломано или какие-то определенные проблемы? Какие-то проблемы, вирус или что, не знаю. Я вас понимаю. Ну, я так понимаю, вам интересно сфера инвестиций. Вы хотели бы получить источник альтернативного дохода? Конечно. И ничего не делать при этом. Ну, от вас потребуется буквально 10-15 минут пару раз в неделю. Просто заходить в интернет, общаться с нашими аналитиками, которые будут вам помогать и вести вас. Вот это вот хорошо, что если у вас там кто-то наливает в интернет, так же... Да. В нашей команде более 7 тысяч аналитиков и более 3 тысяч журналистов по миру. То есть, мы пользуемся новостями... Вы бухаете, что ли, там? Нет, нет, у нас просто большой стад сотрудников. Из-за этого музыка, чтобы друг друга не слышать. Нет, я говоришь там налить, налить все время, слышу там разговорки. А еще раз? Плохо услышал вас? Ты говоришь там все время налить, налить и говоришь там с кем-то. Налить. Так вот, ладно, давайте перейдем к делу. Когда вы сможете попасть в интернет, зайти, в компьютер? У вас скайп имеется вообще? Откуда? Уже переломан. Скайп, скайп, программа для общения по интернету. Нет. Ну, вы по компьютеру общаетесь? Конечно. И вместе с племянниками. Ну, а вы через какое приложение? Через программу. Через скайп, я прав. Телефон, набираешь и все. А, по телефону. Но по компьютеру не общаетесь? Нет, конечно. Я вас понимаю. А когда вы можете попасть за компьютер? Вы можете мне сказать? Да? Алло. Да, да. Когда вы сможете попасть за компьютер, чтобы мы наглядно могли с вами пообщаться, вы пообщались с нашим старшим представителем, и он вам все показал. Потому что вы сами понимаете. В глаза мы доверяем больше, чем у четырех часов. Да, да, да. Еще раз? Года три. Ну, это в лучшем случае. А так через четыре. Через четыре года? Ну, да. А почему так быстро? До звонка осталось только. Я вас понял. А как я могу к вам обращаться? Да как хочешь. Как вам удобно? Без разницы. Можешь шарь говорить. Как вас зовут? Я имею в виду. Не зовет никто. Еще раз? Повторите. Никто, говорю, меня не зовет, Виталий. Не зовут. Имя ваше какое? Вот это вот Секрет. А, Секрет? Конечно. То есть, Мистер Икс я могу вас называть, правильно? Да. Я вас понял. То есть, вы не хотите зарабатывать больше, помогать своей семье, я прав? Да почему ты так думаешь-то? Хочу! Да потому что я спрашиваю вас, вы говорите, компьютер можете попасть только через три года. Это что это за ответ? Ну, я же тебе говорю, это в лучшем случае. Я вас понял. Давайте вы, может, подумайте над моим предложением и найдете другой вариант попасть в интернет. Если кто дадут, то, может, раньше, говорите, выйду. Еще раз, повторите. Если раньше выйду, то раньше тогда все будет. А где вы сейчас находитесь? В *** Супер.